наш мир продолжает программа час ивана денисова здравствуйте иван здравствуйте сергей здравствуйте уважаемые слушателям ну статистика штука такая можно доверять не доверять но наша статистика криминальных преступлений говорит о том что просто через крышу количество преступлений придет я уже не говорю про чикаго во всех городах больших и не только ну и конечно же зице-председатель нашел главного виновника это конечно же вторая поправка конституции право на ношение на хранение оружия вот если чуть подробнее о том что происходит с преступностью и каковы какова реакция как так сказать это отражается на популярности зице-председателя совершенно верно благодарю поля нового за помощь подготовки выпуска и если мы посмотрим с вами на то как освещается сегодняшняя общественно-политическая жизнь в америке то складывается впечатление что существуют какие-то просто-напросто две страны не в первый раз такое мы видим конечно же и и и боюсь не в последний но тем не менее с одной стороны те кто просто следят за событиями видят нагнетание политкорректного идиотизма видят грядущие повышение налогов к чему мы еще сегодня вернемся видят кризис на границе и полную как бы помягче сказать ну будем честно невменяемость лидера свободного мира на международной арене но если почитать мейнстримную прессу то складывается впечатление что мы прям потому вольтеров скому персонажу живем в лучшем из лучших миров вы потому что у вас байден мы потому что у нас путин я уж не буду сейчас цепляться к российским реале и вроде бы вот эти вот два мира они никак не стыкуются тем не менее хотя нам исправно всем и живущим здесь и живущим в америке в европе представляют какие-то рейтинги о том что у байдена высокий рейтинг поддержки и даже если он не такой высокий как хотелось бы составителям этих рейтингов то нам сразу же говорят что а вот выше чем у трампа это главное но то что рейтингом доверять это вообще как мы все с вами знаем не очень стоит этот критерий сегодняшний такого двоемыслия по всему миру когда часто люди говорят не совсем то что они думают это плохо потому что раньше это была наша прерогатива если угодно то что мы делаем а теперь это да и все чаще наблюдается и в западных странах но тем не менее когда даже вот мейнстримная пресса которая нам рассказывает как все хорошо и замечательно у байдена вдруг начинает беспокоиться и говорить что есть вот проблема которая может байдену помешать быть самым любимым президентом и проблема это которая цепляет всех то значит проблема действительно существует и речь идет о преступности но то что проблема преступности она никуда не делать и стала особенно очевидный еще в прошлом году это в общем то все мы помним другое дело что прежде всего конечно же она охватывала те города которые вдруг вступили на тропу борьбы за расу еще какую-то справедливость и на борьбу за одно с полицией и помню есть такие два довольно гнусных гражданин это кома не тот который губернатор а тот который журналист если можно так назвать и лемон которые как-то раз тужились в остроуме хихик или собственно с позволения сказать шуткам и рассказывали как у них там в районах все спокойно и замечательно и что вот республиканцы там пугают как нью-йорке все плохо вообще все здорово но вот сейчас пойдем в свои любимые рестораны все будет хорошо как обстоят дела за пределами их любимых ресторанов джентльмены не потрудились нам рассказать и понятно почему но с приходом байдена проблема никуда не делась даже ухудшилась и этого следовало ожидать потому что если мы с вами посмотрим на ситуацию то байден ничего не обозначал абсолютно никак своего желания с преступностью бороться а мэры демократических городов ничего такого не делают наоборот бьют себя в грудь и говорят по гробщикам мы с вами ну уиллер там что-то вроде бы уже перетрухала в портленде и начал что-то там какие-то вялые попытки с антифой бороться предпринимать но они очень вялые а прокуроры которые в ряде случаев испытывают проблемы собственные с законом с коррупцией так далее но тоже смело взялись за делом разрушения своих кругов и городов декриминализируя какие-то нарушения и тем самым естественно мотивируя людей на совершение преступлений а мы с вами видим как погромщиков которых вроде бы брали в прошлом году и даже с поличным их массово отпускают а кто у нас виновата виновата у нас полиция потому что знаете есть такой журналист как журналист как его назвать я не знаю он полицейский по моему бывший он пишет под псевдонимом джек данфи печатается на пиджей медиа и в твиттере можете его найти вот он из калифорник я понимаю повторяю под псевдонимом но у него вот есть такое хобби он периодически печатает ставится заголовки какие-то пафосные из лей таймс в основном и объясняет как на самом деле обстоит дело потому что например там заголовки вроде автомобилист застрелен полицией то что автомобилистом удирал от погони поз и был вооружен после ограбления это никого не волнует чернокожий мужчина застрелен полиции то что чернокожий мужчина махал ножом это опять никого не волнует и такие заголовки они везде то есть полиция у нас злодеи а преступники оказывается нет а и если мы с вами еще поглядем на последнее это возмутительное действие я имею ввиду приговор чего но которому закатали 22 года как вы знаете за то что она всего навсего пытался утихомирить обдолбанного уголовника понимаю что такое громило может быть опасным сейчас уж не будем в подробности этого дела пускаться но 22 года за такое если отпускают погромщиков играя и тех кто творит черт знает что в своих городах извините это как-то я не призываю к тому что всех погромщиков сажали на 22 года хотя неплохая идея но все равно контраст очень и очень разительный а и вот здесь то получается что байден и демократы они заигрались а потому что мы уже с вами видим что демократы несмотря на пафосные громкие речи все больше и больше отказываются от поддержки рабочего и среднего класса ориентируются на так называемые образованные элиты и и же с ними и и к сожалению из-за того что вот так ну и на нелегалов естественно почему мы сегодня тоже еще вернемся но и вы так получается что на самом деле прослойка рабочая она все больше и больше сокращается и мы с вами это видим и демократам если быть до конца откровенными все больше и больше наплевать на рабочую поддержку и я думаю и как это происходит во всем мире не только в америке и левые партии вообще их все меньше и меньше заботится поддержка рабочих а так вот в такой ситуации конечно же их это мало волнует но штука в том что даже вот всем этим самым интеллектуалом с позволения сказать и образованным хотя зачастую эти дипломы никому не нужны выпускников выпускникам университетов и колледжей им конечно очень хорошо говорить что мы против расизма мы за лгбт преступность это все результат системного расизма и так далее но когда тебя грабят на улице у тебя что гоняют машину тебя избивают а то и убивают то когда убивают тут думать уже поздно конечно же но в тех случаях которые я назвал до того начинаешь задумываться что ну как-то что-то не то и есть конечно и да и системный расизм и все остальное тогда конечно плохо и ужасно но здоровье и содержимое собственного бумажника оно все-таки дороже и сказывается то что вот по вопросу преступности хотя конечно же многие демократы все равно будут за байдена даже если их станут раздевать открыто на улице под дулом но поддержка то вот по этому пункту она начинает падать и байден это понимает байден это тревожит и байден пытается что-то там изобразить но пытается он что-то там изобразить своей манере то есть это довольно таки смешно выглядит но это было бы более смешно не будет байден президентом соединенных штатов потому что когда он стал говорить о своих мерах по оружейному контролю и в этой бессвязной речи промелькнуло какое-то подобие цитаты из джефферсона хотя джефферсон конечно же перевернулся в гробу и не один раз пока байден увечил его высказывание насчет дерева свободы да помните которое должно рожаться кровью так вот и соответственно когда байден боролся с этой самой цитаты то преодолев ее он стал нам говорить что нам нужно нам сообщил что он знает лучше отцов основателей что такое вторая поправка что он знает что можно покупать какое оружие какое нельзя потому что он конечно же умнее отцов основателей этого он может не говорил но это явно подразумевалось ну и тем что уже речь шла об оружии незаконном обороте оружия а не об оружии вообще но демократов я им бы не доверял вопросы связанные с оружием вообще тем более помните мы не так давно радовались ну я радовался да надеюсь вы тоже за судью бенитоса но вот видите который отменил запреты на штурмовое оружие в калифорнии но ведь уже очередной суд его решение заблокировал посмотрим что будет дальше а ну вот вернемся к байдену при этом от разговоров о прекращении финансирования полиции заметьте как то джо уже начал уходить и напротив что там речь идет о каком-то повышение усиление каких-то программах туманных которые вроде бы полицию не должны ослаблять но в целом конечно же меры они абсолютно на публику и на фоторепортеров и вот здесь разумеется должны вступать республиканцы потому что если мы с вами посмотрим на консервативное движение на республиканскую партию то мы увидим что именно позиция по преступности она была для республиканцев и для консерваторов казалось бы да и не казалось бы а так и есть всегда безотказным ходом когда целый ряд решений верховного суда бездарная политика либеральных в том числе кстати республиканских мэров ну нью-йорк здесь самый яркий показатель тогда еще линций был республиканцем привела к резкому скачку преступности то одним из главных пунктов программы никсона было закон и порядок и более того когда он пришел то его генпрокурор джон митчелл незаурядная личность увы тоже жертва утергейта он развернул такую деятельность по борьбе с преступностью что уровень от самой преступности он упал и упал довольно серьезно в том же вашингтоне казалось бы который уже тогда стал становиться одной из столиц преступного мира к сожалению в соединенных штатах но стартовав в округе колумбия митчелл постепенно стал действовать все больше и больше через конгресс проводился целый ряд законов нацеленных на укрепление полицейской юридической системы закон по борьбе с организованной преступностью который остается одним из самых сильных кстати говоря в американском законодательстве и который теоретически надо применять сейчас очень активно да было часто мы его не увидим применение это надо было делать трампу применять против антифы и так далее потому что его можно было применить кстати говоря но вот митчелл это совершил все что я назвал к сожалению и митчеллы и от митчелла и от никсона потом избавились и проблема преступности она в семидесятые годы вернулась и опять нью-йорк лидировал благодаря тамошним действиям но тогда подхватили но они ее не оставляли конечно же консервативные авторы консервативные колумнисты эту тему и рейган хотя для него приоритетными были конечно же экономические вопросы и вопросы связанные с холодной войной тем не менее учитывая что как у никсона был митчелл у рейгана был миз генеральный прокурор и ближайший его соратник и поэтому тоже борьба с преступностью была усилена в частности был принят такой закон как armed career criminal act 84 год по инициативе как раз администрации президента она была спонсором в конгрессе который ужесточал наказание именно не за оружие а за преступление то есть он был нацелен не на предметы а на людей которые эти предметы пользуют используют мягко говоря не совсем верно и закон этот остается на самом деле одним из лучших по мнению целого ряда юристов под нацеленным на то как с преступностью стоит бороться и более того он дал толчок целому ряду других законов нацеленных на борьбу с преступностью и хотя в них порой вкрадывались мягко говоря не хорошие вещи вроде того самого gun free zones это уже 90-ый год и там не обошлось без джо байдена между прочим к самому закону он не имел отношения но закон был частью такого пэка если хотите законопроектов которые проводил байден тогда а как глава комитета по юридического комитета но вот внутри был вот этот самый gun free zones law act точнее говоря потом его верховный суд заблокировал 95 году его вы снова навязали но это да мы чуть ушли в сторону а так даже администрация клинтона она не могла остаться в стороне от происходящего тем более здесь у нас появляется еще мэр нью-йорка по фамилии джулиани который начинает свои действия и совершает просто-напросто подвиг сократив уровень преступности по городу и в результате улучшая показатели по всей стране и как я вам говорил даже несмотря на сложности джулиани в отношениях с консерваторами он они отказались от прямого конфликта с ним именно потому что он делал то что должен был делать в борьбе с преступностью а так вот даже клинтон в девяносто четвертом году был его закона при нем прошел закон о борьбе с преступностью но вот здесь мы с вами сталкиваемся с при интересной штукой потому что вот от этого самого закона девяносто четвертого года который ужесточил ряд наказаний от него клинтон сам уже от от отрец полностью открещивается говорит что он тут это была ошибка не надо было его делать байден сказал что это все системный расизм и что этот закон ни к чему хорошему не привел и что самое худшее одна из ошибок трампа это то что и он в своей риторике нападая на байдена ему вот этот самый закон девяносто четвертого года стал ставить в укор и при трампе увы позиция губе республиканцев как партии закона и порядка она немного пошатнулась потому что вот это вот одержимость некоторые части респова консерваторов мейнстримных и либеральных советников трампа вроде кушнера и компании провести вот пресловутый first step act они я что навредили и трампу и криминогенной обстановки в стране потому что все это на бумаге смотрелось хорошо но в результате привело к тому что на свободе оказались многие реальные преступники и мы с вами сами наблюдали в прошлом году к чему чем это привело к чему чем это закончилось так что это была ошибка и сейчас республиканцы должны моментом пользоваться потому что раз мы с вами видим что общественное мнение хочет чтобы с преступностью что-то делали то республиканцы в конгрессе должны предлагать сейчас целый ряд как можно более жестких законопроектов ориентируясь как советуют многие юристы прежде всего на закон тот самый который я уже назвал восемьдесят четвертого года потому что тогда демократы и лично байдена они окажутся в тупике либо они блокируют эти законы проекта но им надо объяснять тогда как они собираются бороться с преступностью потому что тут уже увечными цитатами из джефферсона и попытками отобрать оружие не отобьешься или им надо поддерживать эти законопроекты но тогда они вступят в конфликт вот с этой вот своим с этим своим самым ультралевым крылом но республиканцев это не должно волновать на самом деле республиканцев должно волновать то что они партия закона и порядка и они должны себе вернуть это гордое имя и если их законопроекты приведут к кризису внутри демпартии то замечательно собственно говоря то что и нужно так что у республиканцев появился шанс надавить и серьезно надавить на демократов появился шанс действительно что-то сделать хорошее в борьбе с преступностью и подправить ошибки сорок пятого президента а вот будут они этим пользоваться или опять начнутся всякие реформы полиции и соревнования моя реформа полиции больше чем ваше это другой вопрос но шанс есть им надо пользоваться вот думаю так если сергей что-то добавить с удовольствием передам ему слово да пару слов добавлю относительно расизма в правоохранительных органах и в юридической системе в целом о котором все время говорят значит шовину дали двадцать два с половиной года тюрьмы за то что он выполнял свою работу как и выполнял это уже другой вопрос и каковы последствия но во всяком случае он не вынул пистолет и просто так не застрелил флойда как это произошло скажем с сыном белого полицейского когда черный ублюдок а сын белого полицейского студент колледжа сидел там на фронт доски вот где-то на пороге своего дома и проезжая мимо тот достал пистолет и просто его застрелил тупо застрелил значит ему дали 12 лет тюрьмы за преднамеренное убийство без всякого повода 12 лет тюрьмы шовин получил 22 года тюрьмы ну и о правосудии ас о двойных стандартах на фоне лишения джулиани лицензии юридической вашего в нью-йорке за то что он представлял интересы трампа скажем два юных адвоката которые были с поличным задержаны когда они поджигали полицейские машины один черный адвокат парень и 1 отмороженная прошедшие американские университеты белая девка значит мало того что их не посадили в тюрьму им сохранили практику они практикуют это вам о двойных стандартах это кстати во многом объясняет вот ситуацию с выборами когда образованные женщины в большинстве своем проголосовали за джо байдена то есть это люди которые прошли машины по промывке мозгов и и поэтому так сказать делают вот такие вот такие выводы для себя и голосуют за таких кандидатов и еще об одном преступления скажем почему рост преступлений такой вот в таких городах как наш как в калифорнии города большие потому что на должности прокуроров за которых голосовали гангстеры очевидно полезные идиоты ну и при финансовой поддержке сороса а такие как кимфакс вот такие прокуроры когда задерживают гангстеров с незаконным оружием они их просто отпускают хотя есть статья предусматривающая наказание трех до семи лет в этом основная проблема они в том что законопослушные граждане имеют возможность соответствии с конституцией приобретать хоть хранить и носить оружие вот как как мне это видится хорошо давайте на или входили прокомментировать я с вами полностью согласен туда добавить ничего давайте тогда сделаем небольшой перерыв послушаем рекламные объявления после чего вернемся и продолжим возвращаемся в программу час ивана денисова телефон студии по-прежнему восемьсот сорок семь четыре ноль ноль пять два ноль ноль пока не закончилась реклама были звонки добрый день пожалуйста в эфире алло здравствуйте сережа здравствуйте иван насчет двойных стандартов вот в течение четырех лет наши спецслужбы вели активную борьбу с трампом и помогали демократам а во время штурма конгресса они были также на стороне демократов и сегодня они объявили о том что никаких они данных о искусственном происхождении коронавируса они не обнаружили и тоже льют мельницу на сторону китая теперь уже а вот насчет джулиани у нас вот через год будут выборы в нью-йорке и и наш губернатор кома должен будет перебраться но у него уже наметили два основных соперника один со стороны демократов это наш нынешний мэр и сын того же джулиани вот сейчас гонение на джулиани как-нибудь повлияет на броня его сына губернатора нашего штата и у кого больше шансов спасибо да спасибо что касается спецслужб и того что было 6 января то это вообще отдельная тема потому что мы сейчас видим что фбр очень сильно проникла так это назовем в разные альтрайтовские организации и в наиболее в компанию так скажем наиболее экстремальных фанатов трампа и тем чтобы дискредитировать поклонников и сторонников трампа вообще это тем серьезным видим прауд бойс два человека осведомители фбр из лидеров и что там вообще творилось мы еще наверное с вами будем долго узнавать с профессиональной точки зрения фбр сработало хорошо с моральной конечно большой вопрос но то что они делаю сделали все чтобы провоцировать и уничтожать так или иначе вот эти вот альтрайтовское направление это по-моему безусловно и сейчас уже можно об этом говорить открытым текстом с китаем тут да во первых с китаем вообще работать разведки довольно сложно там надо ждать только перебежчиков серьезных а во вторых учитывая что спецслужбы да вы совершенно верно заметили политизированы они не будут такие данные давать открытым текстом я уверена и постараются если это плохие лидеры ахейнс я в ней ничего хорошего не вижу нынешняя глава разведки они будут либо просто скрывать как делал бреннон свое время возглавляя цру либо возможно это лучший вариант но мало ли какие-то действия будут предприниматься против китая не без огласки этого мы с вами не узнаем но с нынешним руководством разведки трудно сказать что касается нью-йорка мы говорили об этом совсем недавно джулиане я говорил о его шансах мне представляет что сейчас все таки зелдин гораздо более подходящий кандидат и он может собрать и республиканцев и консервативную партию о которой помните у нас был сюжет несколько недель назад и более того у него шансов победить к ума на мой взгляд побольше а то что да то что сейчас джулиане творится но я не думаю что это окажет серьезное влияние на результаты выборов в нью-йорке но зелдин все же посильнее кандидат но если вдруг произойдет такое как произошло в двадцатом году и вдруг деблазио изберут губернатора но это значит что большая часть нью-йорка это просто дебилы просто абсолютные законченные дебилы другого я другого объяснения я не нахожу ну да потому что такого безобразия даже былые либеральные более-менее губернаторы нью-йорка они до такого маразма не доходили когда ходит деблазио на посту мэра и тогда нью-йорк сам во всем виноват извините если выбирают деблазио добрый день пожалуйста в эфире здравствуйте сереже здравствуйте иван здравствуйте я извиняюсь если у меня в голове полная масса я не понимаю нескольких вещей я ждал соединиться с вами потому что вы иван это это единственный кто может разобраться значит я может быть я не прав несколько месяцев тому назад еще был трамп в конце его значит креденшил значит было доказано юридическими службами украины о злоупотреблении байдена и его сына речь шла полутора миллиардов долларов байдена и 115 тысяч долларов каждый месяц зарплата этому хантеру байдена каким-то образом все это спустили на тормозах не то что трамп пытался сделать определенные так сказать данные но байден победила в этом плане плюс второй вопрос значит я сегодня читал вашу статью о том что с нефтью и с газом америка проиграла все мыслимые и немыслимые сложения поэтому и рая и китай и россия и иран конечно поставили сильную подножку америки и сейчас америка вообще теперь вынуждена покупать газ и нефть будьте добры поясните эти два момента спасибо большое спасибо 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 вам но поводу первого ну давайте уж будем откровен гарланд будет расследовать то что сделал байден не будет то что сделал хантер байден вы помните ту его бессвязанную речь на утверждение себя как генерального прокурора у него белый супремасизм так что здесь по моему все и так очевидно по поводу как помните был этот итальянский фильм следствие закончено забудьте забывать конечно не нам не надо забывать но министерстве юстиции я думаю сейчас именно такая позиция что касается статьи я вот не вполне понял вы сказали вашу статью но не знаю я точно ее не писал а может это не ко мне был вопрос а так если байден закрывает нефтепроводы и наоборот развязывает руки снимая санкции с ирана и не делая ничего против российского этого северного пути то а какой помощи американской энергодобывающей системе мы промышленности мы говорим естественно это развязывают руки ирану и россии потому что у них их ничего не сдерживает а иран теперь может еще и диктовать условия америки так как байден хочет вернуться в пресловутую сделку тогда как нефтегазовая промышленность америки которая при трампе сделал стала независимой сделала америку независимой впервые с очень долгое время она будет только страдать когда у вас закрывают нефтепроводы и готовят уже дебильные законопроекты переводящие на на бессмысленную на данный момент да и не знаю когда она будет осмысленной зеленую энергию то это экономике ну никак не поможет вот так для особо таких рьяных защитников украины которые голосовали за байдена и называли трампа обвиняли в том что ненавидит украину что он так сказать агент путина значит мы уже закупали начиная по моему с мая месяца 5 миллионов баррелей нефти в россии и я слушал просто отрывок слушание проходили в конгрессе задавали вопросу министром министру внутренних дел нашего и планируется закупать до 7 миллионов баррелей в месяц нефти это к вопросу о том что байден так сказать при струне путина и в украине все станет сразу в шоколаде вот вот таким образом то есть мы свои свою нефть запрещаем добывать он издал указ о запрете разработок на государственных землях правда судья насколько я помню приостановил дома в прошлый раз говорили а а вот судья из луизианы да а вот тем не менее в россии мы начали закупать нефть но наверное скоро начнем закупать нефть в иране потому что иранцы иранский новый президент категорически отказывается садиться за стол переговоров с байдена но я не знаю или мы начнем опять самолетами кеш отправлять в иран или начнем закупать у них нефть вот примерно такая энергетическая политика у этой партии у этих прогрессивных людишек давайте попробуем принять еще за садов добрый день добрый день добрый день добрый день я хочу сказать даже то что он перехват нефтепровод то есть он это же самое главное самое подличие его действия это он открощение и непрогрение лиза земель где добывается нефтегаз вот это подрезает как как со страшной силой ну ладно об этом мы все знаем я рада хотела вас спросить недавно я прочитал буквально пару дней а 35 страничный личный документ расследование которое проведено всем на там республиканским подчеркиваю тематом мичигана по поводу обвинений в в этом партификации выборов по пунктам и якобы там все чисто все ничего не было я не могу поверить столько свидетельств и людей и всего и и республиканский подчеркиваю большинство сенат мичигана статом мичигана будет все чисто все прекрасно я что-то не догнал этого дела если но тут к сожалению все понятно что республиканские законодатели хотят идти на конфликт с правительством штата из губернаторши что на мой взгляд совершенно напрасно а в целом ну так давайте тоже будем с вами откровенны что выявление нарушения но конечно же необходимо аудиты все нужны надо их проводить и дальше но давайте понимать что они важны на будущее они на прошлое то есть про трампа они не вернут я понимаю надеется всем хочется но будем оценивать ситуацию реально как только в январе были сертифицированы результаты голосования может только что совершенно экстраординарное может развернуть ситуацию учитывая нежелание никаких из ветвей власти это экстраординарное предпринимать не надейтесь не ждите что трамп вернется даже если вам это очень хочется но возвращаясь к началу этого моего ответа почему нельзя отказываться если да трамп не возвращается отказываться нельзя от пересчетов от аудитов потому что а такого нельзя допустить в будущем но здесь конечно же представители законодательных собраний на местах должны активизироваться и принимать соответствующие законы укрепляя свою систему вот не знаю сегодня уже успеем или нет тем более вы видите что министерство юстиции которому сейчас не до хантера байдена она уже собирается судиться с джорджей из-за того что из-за тамошних законов которые как раз укрепляют систему голосования так вот штаты должны укреплять систему голосования чтобы никаких нарушений не было это первое и второе все вот эти вот подсчеты все разоблачения если они не уберут байдена на это повторяю не надо надеяться то они по крайней мере будут все больше и больше делегитимизировать подрывать его правление я понимаю это звучит не очень хорошо вроде президент великой страны и так далее но простите чем меньше байдену дадут сделать и чем меньше чем больше его действий будет уничтожено зарублено на корню тем лучше и для америки для всего мира поэтому еще раз да пересчет да давление на администрацию да постоянные напоминания о нарушениях но не надейтесь на то что от байдена таким образом удастся избавиться за это время уж извините если я слишком пессимистичен но это именно так спасибо ну а теперь о сенате о сенатских сделках да очень быстро времени мало остается но спасибо всем за вопросы конечно же как вы видите что в сенате сенат активизировался для начала сенат слава богу зарубил законопроект который подчинял бы систему выборов центру хотя сразу же пошел контрудар то что я назвал иск от министерства юстиции против джорджии но висит еще и один неприятный момент это второй законопроект так называемый акт джона льюиса который ничуть не лучше а в чем-то даже и хуже так как он очень сильно усилит контроль за выборами и но это будет называться консультации но мы с вами понимаем со стороны того самого министерства юстиции мы видим что министерство юстиции делает сейчас и доверять ему контроль за выборами но это вы сами понимаете чем закончится как и доверять бюрократии вообще потому что бюрократ кто сидит в бюрократии мы тоже все с вами знаем а но сейчас конечно же баталии идут вокруг этого самого инфраструктурного законопроекта потому что мы помним байден предлагает нечто монструозное и подразумевающее огромные затраты республиканцы предлагают что-то поменьше я считаю что это и другое слишком много трат и что республиканцы к сожалению все больше и больше я сказал про позицию закона и порядка но вот от фискального консерватизма от финансового консерватизма республиканцы увы тоже отходят все больше и больше и тоже озабочены как бы больше денег потратить но в любом случае если они по крайней мере у половинит затраты байдена я не буду в восторге но хоть что-то но ведь что пытается сделать байден и компания они пытаются к этому самому законопроекту по инфраструктуре прилепить еще вот этот самый реконсилейшн акт который принимается просто так в смысле там филибастер не прокатит и простым большинством голосов и тогда расходы которые к этому самому инфраструктурному законопроекту не имеют отношения они будут проведены то есть они будут приняты автоматически как довеск республиканцы вроде бы согласились теперь они бунтуют но проблема в том что поддаваться нельзя ни в коем случае так как если республиканцы сейчас соглашаются на вот этот законопроект с довеском то это означает что у байдена у него остается еще один этот реконсилейшн акт в этом году и есть такие подтвержденные так как назовем слухи что этот самый реконсилейшн акт его уже пишет не кто-нибудь а сандерс потому что он будет осуществлять все его проведение через сенат и там будет уже весьма и весьма серьезное повышение налогов прописано почти открытым текстом и там будут все вот эти вот затраты они по сравнению с ними даже нынешние покажутся каким-то карманными деньгами и если республиканцы сдаются сейчас то во первых они отдают сильный рычаг в переговорах во вторых они сразу же открывают байдену и демократом байден становится героем он принял так протолкнул вот этот самый законопроект и у него появляется возможность сразу провести второй реконсилейшн акт я к сожалению не знаю русский эквивалент извините как у нас это принято переводить реконсилейшн акт напомню кто слушает нас в россии это законопроекты связанные с бюджетом с финансами они принимаются простым большинством голосов так вот тогда у байдена будут развязаны руки через второй этот самый акт протолкнуть но абсолютно все что угодно и что он может предложить республиканцам он может согласиться ну и он и шумер они могут согласиться на законопроект круза по отказу финансирование той самой критической расовой теории это будет они видят что сейчас это республиканцев есть некоторое преимущество но они могут протолкнуть попробовать протолкнуть еще и амнистию потому что это сейчас я смотрю демократы сейчас делают одну очень гнусную вещь у них очень усиливается завоз нелегалов при этом через официальные каналы для восстановления семей на ваши же деньги вот department of homeland security министерства внутренних дел она вовсю провозит нелегалов в америку передает их опекудам и так далее и учитывая что число нелегалов растет у меня есть нехорошее предчувствие что демократы будут проталкивать очередную амнистию и будут использовать ее тоже для каких-то переговоров с республиканцами чтобы все не доходило вот до таких радикальных мер финансирование критической расовой теории амнистия республиканцы должны стоять до последнего и не позволять байдену сейчас реализовать вот этот самый его законопроект про по инфраструктуре как только он проходит республиканцы оказываются беспомощными до конца года им будет очень очень тяжело но я очень быстро это все рассказал тем более про верховный суд еще хотел но не успеем следующий раз и по хотелось бы мне чтобы сергей так не скромно что-то добавил по этой теме если конечно есть время и желание нет меня начинает трясти когда я об этом говорю поэтому я воздержусь пока я на сегодня уже наговорил ну давайте сделаем анонс по поводу верховного суда и первой поправки об этом наверно поговорим наверно раз остается время тема очень интересная мой любимый кларенс томас я в прошлый раз покритиковал в этот раз блеснул решение 81 но его решение самое интересное и она позвали позволит нам поговорить о первым разом о первой поправке о социальных сетях и о школьной дисциплине но в следующий раз спасибо огромное иван и до встречи в следующий раз спасибо вам до встречи спасибо вам до встречи в следующий раз пока Редактор субтитров А.Семкин